Здравствуйте, уважаемые 11-классники! Сегодня мы с вами продолжаем готовиться к единому государственному экзамену по русскому языку. И предлагаю вам выполнить следующее задание. И после того, как вы правильно расставите знаки препинания, вы поймете, какое задание мы с вами сегодня отрабатываем. Первое предложение. Человек, вышедший из дома, направился к машине. И, выйдя из дома, человек направился к машине. Что получается? Что в первом предложении мы должны поставить с вами две запятые. А вот почему, ответим позже. Человек, вышедший из дома, направился к машине. Для того, чтобы правильно расставить знаки препинания, я вам советую всегда выделять грамматическую основу. Подлежащее. Человек. Человек что сделал? Направился. Это сказуемое. Обращаю ваше внимание, что слово «человек» является определяемым, потому что мы задаем вопрос от слова «человек» к причастию «вышедший». И получается, что ставим запятую перед причастным оборотом, потому что определяемое слово стоит перед причастным оборотом. Причастный оборот в данном предложении, вышедший из дома. Причастный оборот – это причастие с зависимым словом или зависимыми словами. А вот во втором предложении у нас также грамматической основой остается «человек», что сделал, направился, но «выйдя из дома» – это дея причастный оборот, и поэтому мы ставим запятую. «Выйдя из дома», запятая, «человек направился к машине». Тема сегодняшнего урока – знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Задание 17 ЕГЭ. Но для начала я вам предлагаю повторить, как же отличить причастие от дея причастия. И действовать мы с вами будем следующим образом. Чтобы выявить в тексте причастие или дея причастие, нам необходимо задать смысловой вопрос к слову. Итак, мы видим, что причастие отвечает на следующие вопросы. Какой, какая, что делающий и что сделавший. А вот дея причастие отвечает на вопрос, что делая, что сделав. Также мы можем ориентироваться на суффиксы. Посмотрите, пожалуйста. У действительных причастий суффиксы – ущ, ющ, ащ, ящ, вш, ши. Суффиксы страдательных причастий – ем, ом, им, ен, две буквы – н и ты. А суффиксы идеи причастий – а, я и суффикс в, и очень редко вши и ши. Давайте с вами проверим на практике. Например, слово «красный» – это имя прилагательное, потому что обозначает признак предмета. А если мы возьмем слово «краснеющий», мы понимаем, что это слово отвечает на вопрос «что делающий» или «какой». Есть суффикс – ющ, краснеющий, и перед нами – причастие. А если «краснея», то мы задаем вопрос к слову «что делая». Слово оканчивается на суффикс – я, и перед нами – дея причастие. Итак, ребята, а теперь давайте посмотрим, какие изданки препинания могут быть при причастном обороте и как его можно обособить на письме. Первый пример. Книга, написанная известным писателем, уже вышла из печати. Причастным оборотом является написанная известным писателем. Мы ставим с двух сторон запятые, потому что определяемое слово «книга» стоит перед обособленным определением, выраженным причастным оборотом. А если причастный оборот стоит перед определяемым словом и не имеет добавочного значения причины, то он на письме знаками препинания не выделяется. Например, написанная известным писателем книга уже вышла из печати. Также обращаю ваше внимание, что причастный оборот с обстоятельственным значением обособляется. Например, привлеченные светом бабочки кружились около фонаря. Мы видим, что определяемое слово «бабочки» стоит после обособленного определения, выраженного причастным оборотом. Но почему же запятая? Потому что бабочки кружились у фонаря, потому что их привлекал свет. Нет, мы видим, указывает на причину причастный оборот. Если причастие или причастный оборот, стоящий до или после определяемого слова, выраженного личным местоимением, выделяется запятыми, несмотря на то, в какую часть предложения будет стоять личное местоимение. Давайте посмотрим. «Сволнованный переживаниями дня я долго не мог заснуть». Мы видим, что оборот обоставляем. «Я запятая, взволнованный переживаниями дня, запятая, долго не мог заснуть». «Уставший запятая, я пришел домой» и «Я запятая, уставший запятая, пришел домой». И последнее, что вы должны помнить. Если два однородных определения, выраженных причастными оборотами, соединяются с союзом «и», то перед «и» мы запятую не ставим, потому что вышедшая и затопившая являются однородными причастиями. «Река, запятая, вышедшая из берегов и затопившая село, запятая, успокоилась». Обращая ваше внимание на деепричастный оборот и знаки препинания. Деепричастные обороты, а также одиночные депричастия всегда выделяются запятыми, независимо от места, занимаемого или по отношению к глаголу сказуемому, добавочное действие, которое они обозначают. Например, «он, запятая, смеясь, запятая, бежал мне навстречу, костер, запятая, потрескивая в ночи, запятая, весело горел». Однородные обособленные обстоятельства могут быть выражены деепричастными оборотами, и в этом случае, если два деепричастных оборота соединяются при помощи союза «и», то запятая перед союзом «и» и после союза «и» не ставится. Давайте посмотрим на примере. Перелистывая книги из библиотеки Пушкина и изучая пометки «на полях», запятая деепричастный оборот перед нами, невольно приходишь к выводу, что поэт был еще и гениальным читателем. Но обращаю ваше внимание, что перед союзом «и» запятую мы не ставим, потому что он соединяет однородные деепричастия, перелистывая и изучая. Но если деепричастные обороты относятся к разным сказуемым, то запятые ставятся на их границах. И пример следующий. Седой человек вышел вперед, несколько поколебавшись и, подняв руку, призвал к молчанию. Первый деепричастный оборот, обособленный, несколько поколебавшись, относится к сказуемому «вышел», а второй обособленный оборот, подняв руку, относится к сказуемому «призвал». И также вы помните, что, как правило, обособляется обстоятельство уступки с предлогами «несмотря на» и «невзирая на». Пример. «Все же», «несмотря на принятое решение», «Максим решил увидеться с ней еще раз». Обращаю ваше внимание, что не обособляется деепричастие без зависимых слов по значению «близкие к наречию образа действия». Например, «дыша, лежа, любя, нехотя, сидя, смеясь, стоя, торопясь и улыбаясь». Пример такой. Учащиеся должны отвечать стоя. Вы видите, что запятую не ставим, потому что стоя – деепричастие, которое близко к наречию. И также не обособляется деепричастие, входящее в состав устойчивых оборотов. Засучив рукава, затаив дыхание, уставясь в потолок и не смыкая глаз. Он бежал за автобусом, сломя голову. Фразеологизм по этому запятую не требует. Предлагаю вам выполнить такое задание. Вы сейчас прочитаете три предложения, попытаетесь расставить знаки при пинании и найдете лишнее предложение. В застывшем небе гасло последнее облачко, освещенное холодным закатом. Леса роется в снегу, разбрасывая вокруг снежную пыль. Набуянившись за ночь, лес затих, поникнув ветвями сосен. Как вы думаете, какое предложение здесь будет лишнее? И вы с уверенностью скажете, что в первом предложении есть обособленное определение, выраженное причастным оборотом, освещенное холодным закатом. А в остальных предложениях перед нами обособленное обстоятельство, выраженное депричастным оборотом. Леса роется в снегу, запятая депричастный оборот, разбрасывая вокруг снежную пыль. А в последнем предложении мы видим, что оно осложнено двумя депричастными оборотами. Набуянившись за ночь, запятая, лес затих, запятая, поникнув ветвями сосен. Набуянившись за ночь и поникнув ветвями сосен, перед нами депричастные обороты. А следующее задание – это 17-е задание единого государственного экзамена. И вы, конечно, помните формулировку. Расставьте знаки препинания, укажите цифру, цифры, на месте которых в предложении должна или должны стоять запятые или запятая. Предложения такие – издали он увидел дом, не похожий на другие, построенный каким-то итальянским архитектором. И второе предложение – перелистывая страницы, принесенные из кабинета книги, отец остановился при открытой двери, прислушиваясь к разговору на кухне. Работаем с первым предложением. Вы видите, что в первом предложении необходимо поставить две запятые на месте – два и три. Почему? Потому что определяемое слово «дом» находится перед причастными оборотами, не похожие на другие и построенные каким-то итальянским архитектором. А во втором предложении мы с вами выписываем следующие цифры – три и четыре. Перелистывая страницы, принесенные из кабинета книги, «Отец остановился у приоткрытой двери, прислушиваясь к разговору на кухне». В данном предложении два депричастных оборотов. Первый – перелистывая страницы, принесенные из кабинета книги, поэтому мы ставим запятую на месте троечки. И прислушиваясь к разговору на кухне, также перед нами депричастный оборот. Поэтому мы выписываем с вами цифры – три и четыре. А вот следующее задание я вам предлагаю выполнить самостоятельно. Вы также внимательно читаете предложение и указываете цифру или цифры, на месте которых предложение должна или должны стоять запятая запятые. Подумайте. И надеюсь, что у вас получилось следующее. Первое предложение – ответ один, два, четыре, а во втором предложении – ответ один, два, три. Ребята, домашнее задание у вас будет следующее. Выучить теоретический материал и отработайте, пожалуйста, задание 17 на образовательном портале «Решу ЕГЭ». Удачи на экзамене, спасибо за внимание, до свидания. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Сегодня мы продолжаем решать уравнение и неравенство. Рассмотрим первое уравнение – уравнение с модулями. Модуль разности 2х-8 минус. Модуль суммы х плюс 1 равно минус двойке. Первый шаг при решении данного уравнения – мы найдем значение х, при которых каждое выражение под знаком модуля обращается в ноль. Первый модуль нам дает значение х, равное 4. Второй модуль х плюс 1 обращается в ноль, если х плюс 1 равно нулю, и х равен минус единице. Отметим данные значения х на оси х, минус единица и 4. Эти числа разбивают нашу прямую на три промежутка. Мы должны раскрыть модули на каждом промежутке. Рассмотрим первый промежуток – х, который меньше, чем минус единица. Можно взять любое число из первого промежутка, например, минус 10, и подставить под каждый модуль. 2 на минус 10 минус 20 и минус 8 – знак минус. Минус 10 и 1, минус 9 – знак минус. Следовательно, оба модуля мы будем раскрывать со знаком минус. Запишем. Минус разность 2х минус 8. Минус на минус даст плюс. И тогда у нас получается выражение прибавить х плюс 1 равно минус 2. Раскрывая скобки, минус перед скобками, меняем знаки внутри скобок – минус 2х плюс 8, опускаем скобочки х плюс 1, получаем равно минус 2. Приведем подобные слагаемые. Минус 2х плюс х – это минус х. 8 плюс 1 – 9. Перенесем в правую часть со знаком минус. Получим, что минус х равно минус 11. Умножим на минус 1, получаем значение х равно 11. Теперь важно проверить, принадлежит ли это значение указанному промежутку. Число 11, указанному промежутку от минус бесконечности до минус 1, не принадлежит. Значит, оно не является корнем данного уравнения. Рассмотрим второй промежуток. Из второго промежутка удобно взять число 0. И опять определим знаки выражений вот знаком модуль. 2х0 – 0, 0, минус 8, знак сохраняется минус. 0 плюс 1 – знак плюс. Следовательно, второй модуль раскроем со знаком плюс. Выполним раскрытие модулей. Первый модуль раскрываем со знаком минус. Удобно выражение 2х-8 взять в скобочки и впереди поставить минус, чтобы не наделать ошибок. Второй модуль раскрываем со знаком плюс. Но сохраняется минус перед выражением, поэтому ограничим себя скобочками, чтобы не допустить ошибок. Минус х плюс 1 равно минус 2. Выполним раскрытие скобок. Минус 2х плюс 8 минус х минус 1 равно минус 2. И решим полученное уравнение. Приводим подобные минус 2х минус х, это минус 3х. Справа у нас получается равно минус 9. Отсюда х равен 3. Проверим. Число 3 принадлежит указанному промежутку от минус 1 до 4. Следовательно, число 3 является решением данного уравнения. Третий промежуток. Это х, который больше, чем 4. х принадлежит промежутку от 4 до плюс бесконечности. Возьмем число из этого промежутка. Можно взять число 100. Подставляя число 100, очевидно, что первый модуль принимает знак плюс. И второй модуль тоже. Выражение под знаком модуля положительное. Оба модуля раскрываем со знаком плюс. Получим выражение. Слева 2х минус 8 минус сумма х плюс 1 равно минус 2. Выполним раскрытие скобок. При введении подобных слагаемых мы получим, что х равно 7. Проверим, принадлежит ли данное число указанному промежутку. Да, 7 принадлежит промежутку от 4 до плюс бесконечности. Следовательно, тоже является решением данного уравнения. Запишем ответ. Ответ значения х равны тройке и 7. Рассмотрим пример 2. Вот такое неравенство. Дробь, в числителе которой корень из 9 минус х во второй степени, умножить логарифт х по основанию 0,3. В знаменателе разность х минус 2. Меньше либо равно 0. Первый шаг. Определим ОДЗ. Выражение под знаком квадратного корня должно быть больше либо равно 0. 9 минус х во второй степени больше либо равно 0. Выражение под знаком логарифма должно быть строго больше 0. И знаменатель не должен обращаться в 0. То есть х не равно 2. Решим данную систему. Первое неравенство разложим на множители по формулам сокращенного умножения. 3 минус х умножить на 3 плюс х больше либо равно 0. Второе и третье неравенство перепишем без изменений. Можно решить первое неравенство методом интервалов. И мы видим, что решением его является отрезок от минус 3 до 3. Второе неравенство это все х, которые строго больше 0. И третье х не должно принимать значение 2. Выколим точку 2. Накладывая эти промежутки, мы получим, что наш х принадлежит объединению промежутков от 0 до 2 и от 2 до 3. Таким образом, это и есть область допустимых значений. А теперь решим наше неравенство. Я предлагаю метод интервалов. Найдем значение х, при котором каждое выражение обращается в 0. Корень из 9 минус х второй обращается в 0, если х равно минус 3 первое решение, х равно 3 второе решение. Логарифт х по основанию 0,3 равен 0, если х равен 1. Знаменатель обращается в 0, если х равен 2. Это значение брать нельзя. Можно записать х не равно 2. Отметим эти значения на оси х. Минус 3, 3, 1 и 2. Учитываем, что знак неравенства не строгий. Значения минус 3 и 3 входят в наше данное решение. Единица тоже закрашена. И двойка, выколотая точка. Но прежде чем определять знаки нашего выражения на оси х, можно упростить наше вычисление. Перенесем область, допустим, значений на нашу ось х. Это значения от 0 до 2 и от 2 до 3. Таким образом, мы рассматриваем только участок от 0 до 3. Наше выражение на указанных промежутках принимает следующие знаки. От 2 до 3 знак минус. От 1 до 2 знак плюс. И от 0 до 1 знак минус. Условие примера меньше либо равно. То есть мы определяем промежутки, на которых стоит знак минус. Это промежутки от 0 до 1 и от 2 до 3. Таким образом, ответом данного неравенства является объединение промежутков от 0 до 1 и от 2 до 3. Причем числа 0 и 2 не являются решением данного неравенства. Рассмотрим третий пример. Система иррациональных уравнений. Мы заметили, что есть одинаковые выражения. Корень из х плюс у и корень из х минус у. Удобно решить данную систему способом замены. Заменим выражение корень из х плюс у буквой у, а выражение корень из х минус у буквой в. При этом сразу заметим, что значения у и в являются неотрицательными, то есть больше либо равны нуля. Выполним указанную замену и получим систему в новых переменных. Вместо корень из х плюс у мы подставляем у, получим 3у минус 4, а корень из х минус у мы заменим на в. Минус 4в. Все это равно 2. Второе уравнение в новых переменных примет вид. 2у плюс в равно 5. Обратим внимание, что коэффициенты перед в имеют здесь первое уравнение знак минус, во втором уравнении знак плюс. Поэтому удобно второе уравнение обе части умножить на множитель 4. Выполним данное умножение. Первое уравнение переписываем без изменения. 3у минус 4в равно 2. Второе уравнение обе части умножаем на 4. Получим 8у плюс 4в равно 20. Теперь мы можем сложить данное уравнение. Выполним сложение. 8 плюс 3 – 11у. Переменная в уходит. Справа получаем 20 плюс 2 – 22. Второе уравнение. Запишем любое из нашей системы. Лучше то, которое проще. 2у плюс v равно 5. Из первого уравнения легко найти значение у. 22 делить на 11 равно 2. Из второго уравнения удобно выразить v. v равно 5 минус 2у. И теперь значение у, равное 2, можно подставить во второе уравнение. Таким образом, мы получим значение у равно 2, а v равно 1. Данные значения удовлетворяют условию замены. Вернемся к замене. Вместо у мы получим корень х плюс у равно 2. Вместо v корень х минус у равно 1. Мы получили два иррациональных уравнения, которые удобно решить возведением во вторую степень. Таким образом, мы получим, что х плюс у – 2 в квадрате 4. х минус у единица во второй степени – это единица. Решим полученную систему. Сложим оба уравнения. Мы получим, что 2х равно 5. Чтобы найти у, удобно из первого уравнения вычесть второе. Мы получим, что 2у равно 3. Решая простейшее уравнение, мы получим значение х равно 2,5, у равно 1,5. Таким образом, запишем ответ. Пара значений – 2,5 по х, а по у – 1,5. Для закрепления пройденного материала я вам советую выполнить домашнее задание. Повторить параграфы 12 и 14. На странице 426 учебника Никольского выполнить номер 181. И из параграфа 12 выполнить номер 12.1г. А из 14 параграфа номер 14.31г. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Мы с вами продолжаем изучать общество знания. Тема нашего урока – политическое поведение. План изучения материала. Многообразие форм политического поведения. Второй пункт – политический терроризм. Третий – регулирование политического поведения. По первому пункту. Многообразие форм политического поведения. Первоначально мы с вами познакомимся с понятием, что же такое политическое поведение. Это поступки и действия субъекта, политики, характеризующие его взаимодействие с социальной средой, с различными общественно-политическими силами. Поведение может варьироваться по степени интенсивности от конкретных цивилизационных отношений до демонстрации неприязни, недоброжелательности, словесных оскорблений и даже применения физической силы. Решающее значение в политическом поведении имеет наличие осознанных политических интересов, наличие ценностей личности. Отражающее поведение в обществе нацеливают на реализацию этих интересов через политику. Утверждают в сознании людей демократические ценности, во многом определяют их ориентацию на демократические партии, демократические правовые формы политического поведения. Формы политической активности подразделяются действия, бездействия. Действия, в свою очередь, это участие в митингах, демонстрациях. Бездействия, неучастие в выборах. Формы политического поведения с точки зрения публичности поступков. Открытые, закрытые. Открытые, участие в массовых политических мероприятиях. Закрытые, стремление уйти от политической жизни. С точки зрения преемственности, традиционные, инновационные. Традиционные, в свою очередь, соответствующие устоявшимся политическим представлениям, менталитету, типичные для данной политической культуры. Инновационные, создающие новые образцы политического поведения, порождающие новые черты политических отношений. По целевой направленности. Конструктивные, деструктивные. Конструктивные, способствующие нормальному функционированию политической системы. Деструктивные, подрывающие политические системы. По массовости. Индивидуальное, групповое, массовое, электоральное. Индивидуальное, поступки индивида, имеющие общественно-политическое значение, практическое действие или публичное высказывание, которое выражает мнение о политике и о политиках. Групповое, связанное с деятельностью политических организаций или стихийно сложившейся политически активной группы индивидов. Массовые – это референдумы, митинги, демонстрации. Электоральное – выборы. Политическое участие – это действие гражданина с целью повлиять на государственную политику или на выбор политических лидеров. Поскольку наиболее массовой формой политической участия являются выборы, то особое внимание исследователей привлекает именно электоральное поведение граждан. За кого и почему голосуют представители тех или иных слоев населения и каковы причины неучастия в выборах части граждан. Подумайте об этом, ребята. С точки зрения соответствия господствующим нормам. Нормативные – патологические – отклоняющиеся. Нормативные – соответствующие законам, требованиям политической морали. Патологические – аффективные состояния, постоянная потребность во вражде, агрессии, антагонизме, состояние паники, маниакальное политическое предупреждение. Отклоняющиеся – нарушающие правовые и моральные нормы. С точки зрения отношения к политической системе – протестные, аффективные, экстремальные. Протестные – негативные отношения к политической системе в целом или ее отдельным элементам, нормам, ценностям, политическим решениям в открыто демонстрируемом форме. Экстремальные – приверженность политике, крайним взглядам и мерам, правовой нигилизм, поведение, преступающие правовые и моральные нормы. Аффективные – реакция субъекта на сильный высший раздражитель, при которой сознательный контроль человека над своими действиями ослабевает или исчезает полностью. Французский ученый Гюстав Лебон писал, «Становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней лестницы цивилизации. В изолированном положении он, может быть, и был бы культурным человеком. В толпе – это варвар, существо инстинктивное. У него обнаруживается склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузиазму, и героизму, и свойственно первобытному человеку». Для толпы характерны следующие показатели – нетерпимость, импульсивность, раздражительность, податливость внушению, односторонность чувств и изменчивость, агрессивность, массовые беспорядки, насилие. Мы с вами переходим ко второму пункту плана нашей темы – политический терроризм. Это систематическое или единичное осуществление насилия с применением оружия, взрывы, поджоги или угроза применения насилия, причиняющая вред людям и имуществу, с целью создания обстановки страха, паники, ощущения тревоги, опасности, недоверия к власти. Главным для политического терроризма – это запугивание правительства и населения. Причины политического терроризма неравномерное распределение ресурсов, доходов, богатства, обострение проблемы бедности, концентрация населения в городах, создающая опасность их перенаселения и деградации. Усиление конфронтации между этническими группами и культурными слоями, приводящее к росту агрессивного поведения. Сопротивление глобализации, стремление к сохранению национальной, религиозной самобытности. Методы терроризма – похищение, угрозы, шантаж, взрывы, захват зданий, организаций, захват заложников. Политический терроризм в конце XX века принял международный характер. Борьба с терроризмом – это одна из глобальных проблем современности. Мы перешли с вами к третьему пункту нашего сегодняшнего урока – регулирование политического поведения. Здесь мы будем с вами рассматривать факторы, которые влияют на политическое поведение. Первый фактор – правовые нормы. Законы содержат нормы, которые в интересах безопасности общества и государства охраны нравственности устанавливают ограничения на использование гражданских прав и свобод. Например, право собираться на митинги, демонстрации, пикетирование ограничено указанием на то, что эти собрания должны проходить мирно и без оружия. Второй фактор – демократические ценности. Важно, чтобы в обществе утверждались демократические ценности, определяющие цивилизованные правила игры на политической арене. Политические и моральные правила могут влиять на политическое поведение тогда, когда они поддерживаются общественным мнением. Третий фактор – организованность субъектов политики. Наличие организаций, деятельность которых соответствует требованиям закона, уменьшает роль стихийных проявлений в политической жизни, делает политическое поведение более ответственным, увеличивает возможность его регуляции. Четвертый фактор – политическое образование и распространение правдивой информации. Делает политическое поведение более рациональным, представляет субъектом политики эффективные и одновременно цивилизованные способы достижения политических целей. Пятый фактор – влияние политических лидеров. Безусловно, многое зависит от политических лидеров. Их умение снимать чрезмерную политическую напряженность и возбуждение массы содействует рационализации предпринимаемых действий, способности вести за собой последователей по пути соблюдения правовых, политических и моральных норм. Домашнее задание. Учебник «Общество знаний» под редакцией Боголюбова издательства «Просвещение», параграф 27. Прочитать, пересказать, выучить понятия, с которыми мы сегодня познакомились, и написать эссе, основная мысль которого будет следующая. «Демократия – это правление народа, избранное народом и для народа». Авраам Линкольн. Спасибо! Я желаю вам удачи! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова